По легенде, которую разработали правоохранительные органы, в полицию поступил сигнал о том, что в образовательном учреждении находится вооруженный мужчина, который взял в заложники учеников и учителя в классе английского языка на втором этаже. Сразу же была проведена эвакуация остальных учащихся, а всего их в школе почти 200 человек, педагогов и обслуживающего персонала. Прибывший по тревоге дежурный наряд полиции был встречен автоматными выстрелами со второго этажа. Для обезвреживания террориста на подмогу местным полицейским из Щелково прибыли сотрудники районного управления МВД и бойцы подмосковного СОБРа «Беркут» главного управления Росгвардии, одно из подразделений которого дислоцируется в Щелково-7. После тщательной подготовки начался штурм здания. Террорист был обезврежен в щитные минуты и сотрудники правоохранительных органов получили заслуженные аплодисменты школьников и преподавателей. Но перед тем, как ученики вернулись на занятия, помещение школы проверили специалисты-кинологи, не оставил ли террорист в укромном уголке взрывного устройства. Взрывчатки не нашли. Данные объектовые тренировки в нашей школе проходят в соответствии с планом комплексной безопасности и с планом объектовых тренировок ежемесячно. Дети у нас имеют возможность тренироваться, получать навыки действовать в чрезвычайной ситуации. И сегодня наша объектовая тренировка посвящена теме действия сотрудников и обучающихся школы при террористическом акте по повступившему звонку. Перед тем, как проходило это практическое занятие для подкрепления теоретических знаний на классных часах, классные руководители обговорили с детьми, как себя вести во время чрезвычайных ситуаций. На уроках ОБЖ ведется работа тоже о том, как себя вести во время разных чрезвычайных ситуаций. Захват заложники, нахождение взрывных устройств, обнаружение подозрительных предметов. Все это ведется теорией, а сегодня мы закрепили на практике те действия, как необходимо действовать. Полицейские тоже остались довольны итогами учений. Результат, я считаю, положительным. Личный состав отработал на оценку удовлетворительно. Показали все свои мастерства и навыки. Считаю, что, в принципе, все пошло успешно. А после окончания учений школьники могли поближе познакомиться с техникой и вооружением полицейских из специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Булат», посидеть в бронеавтомобиле «Тигр» и оценить собственными руками вес и силу стрелкового оружия. Сергей Дадыко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».